Всем привет! С вами Светлана Розель и финансовые итоги недели от Майфин. Говорим о главных событиях прошедших 7 дней максимально коротко и понятно. На прошедшей неделе в Беларуси падала занятость, выросли пособия на детей и бюджет прожиточного минимума, началось громкое обсуждение законопроекта об изменении рынка такси. А теперь подробнее. Курс доллара на минувшей неделе просел ниже 2,5 рублей, а евро и российский рубль наоборот выросли. Следить за курсами валют удобнее всего в приложении Майфин. Ссылку ищите в описании. На минувшей неделе стали известны данные по занятости. В июне число уволенных работников превысило количество принятых. Разница составила более 6 тысяч человек по стране, которые все еще не нашли новую работу. Самое большое число увольнений произошло в секторах страхования, образования, недвижимости и строительства. В страховании, к примеру, уволенных за месяц было вдвое больше принятых на работу. Стабильный набор сотрудников идет в промышленности и IT-сфере. Общая картина по занятости показывает медленное восстановление занятости, но цифры все еще не дотягивают до показателей даже прошлого года с коронакризисом. Тогда июньская занятость превышала 4,3 миллиона человек, что на 33 тысячи человек выше нынешних данных. Генпрокуратура продолжила масштабные действия в отношении лизинговых компаний. Ведомство решило проверить все лизинговые компании, которые занимаются кредитованием физлиц. По мнению прокуратуры, в этом бизнесе слишком много мошеннических схем, которые заводят людей, не разбирающихся в законодательстве и договорах займа, в кабальные кредитные отношения. После начала проверок найдено уже более двух тысяч пострадавших граждан. Будут ли по итогам проверок и инициированы изменения в законодательстве, пока неизвестно. Ведь совсем недавно, в январе, прокуратура свои предложения уже направляла в Нацбанк, что вылилось в появление указа о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности. На данный момент известно только, что число проверок лизинговых компаний значительно вырастет. В Беларуси с 1 августа выросли бюджет прожиточного минимума и средняя зарплата по стране. А вместе с ними и выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет. Как отмечает Минтруда и соцзащиты, размер пособий по сравнению с августом прошлого года прибавил почти 16%. Он составит от 495 рублей на первого ребенка до 566 рублей за второго и последующих детей. Также вырастают единовременные пособия семьям в связи с рождением ребенка. А государство возвращает обратно пониженный НДС в размере 10% на детское питание. Правда, это еще не все. Узнать больше обо всех изменениях с 1 августа этого года можно по ссылке. Мы подготовили подробный список. Фонд социальной защиты населения, из которого выплачиваются пенсии и пособия, показал финансовую отчетность за первое полугодие. Из нее следует, что расходы фонда превышают его доходы на 677 миллионов рублей. Эту финансовую дыру закрывают поступления из республиканского бюджета, которые уже превысили 829 миллионов рублей. Отметим, что всего до конца года в бюджете запланировано трансфертов в СЗН на сумму 1,6 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что проблем с выплатами пенсии и пособий в этом году не предвидится. Однако есть опасения за финансовое состояние фонда в следующем 2022 году. К этому времени накопленные запасы средств на счетах Министерства финансов могут подойти к концу. Тем не менее, ситуация в экономике и банковской сфере в целом стабильная, хоть и находится в состоянии заморозки. Об этом Майфин рассказал академический директор бюро Катерина Оборнукова. По мнению эксперта, самый пик кризиса миновал еще в августе-сентябре прошлого года. Те, кто ожидал обвальной девальвации или того, что вклады в банках перестанут выдавать, могут выдохнуть. В то же время нужно понимать, добавляет эксперт, что такое топтание экономики на месте не проходит бесследно. Если раньше нам было трудно догонять в экономическом росте Польшу, то теперь эта страна за время нашей стагнации уйдет далеко вперед, а догонять придется уже Украину. Причем и здесь возникнут сложности, если подвешенная ситуация в Белоруссии затянется. В итоге, опасается эксперт, мы получим еще больший отток квалифицированных специалистов и просто активных людей в другие страны. Оставшимся же придется привыкать к медленному, но постоянному обесцениванию зарплат, росту цен и уменьшению перспектив на рынке труда. На прошедшей неделе в Беларуси началось общественное обсуждение одного из самых громких законопроектов о регулировании рынка такси. Государство планирует запретить работать в такси по договорам подряда. Те изменения коснутся в первую очередь тех, кто подрабатывает извозом. Таксистам придется платить и за себя, и за авто. Для этого вводятся карточки водителя и карточки транспортного средства. Под запрет попадет и сдача в аренду автомобиля с экипажем для физлиц. Через эту лазейку в стране работали некоторые агрегаторы такси. Регуляция в первую очередь затронет интересы именно агрегаторов. Представители Яндекс.Го уже заявили, что новый указ заставит уйти примерно половину водителей и сократить число машин. Потому обязательно вырастут цены и ухудшится положение потребителей в других отношениях. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 31 июля. Затем законопроект направят в парламент или на доработку. На рынке криптовалют неделя прошла под знаком оживления биткоина. После затяжного падения на прошлой неделе до 34 тысяч долларов за единицу биткоин уже в понедельник быстро дорос до 39 тысяч долларов, а к среде перемахнул через планку в 40 тысяч. Конец недели отметился небольшим откатом цены к 39,5 тысячам долларов и новыми, но пока безуспешными попытками взять высоту в 40 тысяч. Как отмечают участники рынка, это связано с окончанием миграции майнеров, которые вынуждены были перевозить свои вычислительные мощности из Китая в другие страны. Спрос на криптовалюту восстановился, а игроки рынка ждут новых рекордов. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных экономических новостей. Всем удачной и продуктивной недели!